Первые модульные дома приехали в Бородянку. В 15 установленных домах будут проживать сотрудники ГСЧС и волонтеры, которые занимаются восстановлением поселка. Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко. Апартаменты оборудованы базовыми вещами, необходимыми для временного проживания. В первую очередь они будут предоставлены в пользование тем, кто сейчас работает в Бородянке над ликвидацией боевых действий. Уже заказаны модули для Киевской, Сумской и Черниговской областей. В ближайшее время во всех деоккупированных городах начнется восстановление всех разрушенных домов, многоэтажных и частных. Об этом сообщают на Банковой. Эвакуация – единственный способ, чтобы уберечь жизни. Об этом сообщает жителям своего региона глава Луганской военно-гажданской администрации Сергей Гайдай. Ежедневно из этой части Украины выезжают украинцы на эвакуационных поездах, в частности на Западную Украину. Также хочу поделиться информацией Сергея Гайдая, что желающих эвакуироваться поубавилось, однако даже если таких будет 5 или 10, каждому предоставят возможность уехать. С Луганской области с начала полномасштабного вторжения России в Украину было эвакуировано 32 тысячи жителей области. Каждый эвакуированный имеет жилье, еду, лекарства, средства гигиены, одежду. Смысл главный в том, что никто никого не бросает даже в трудную минуту. Давайте услышим Сергея Гайдая. Пока есть возможность уехать, эвакуируйтесь. Не допустите ситуации, как в Рубежном, где люди стали живым щитом россиян. Сегодня эвакуация также организована по пяти направлениям. Попасная, Горная, Лисичанск, Северодонецк, Рубежная. Автобусы уже в местах сборов или на пути к ним. Несколько дней подряд мы получаем сообщение из Киева. Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск. Но все равно рискуем, и даже несмотря на отсутствие режима тишины, вывозим людей. И будем вывозить, пока останутся шансы на спасение. Выезд из Кременной сбоку Рубежного заблокирован россиянами давно, поэтому эвакуация там происходит по другим маршрутам. Пока есть возможность уехать, эвакуируйтесь. Не допустите ситуации, как в Рубежном. Значительная часть Рубежан не успела своевременно выбраться, даже зная, что враг подходил к городу. И теперь тысячи людей в заложниках, без еды, воды и в состоянии постоянного страха. Также напомню ранее, Сергей Гайдай, глава военно-гражданской администрации, говорил о том, что из Попасной удалось эвакуировать только троих людей, а автомобиль выехал на полностью спущенных шинах. Сейчас также вы на своих кадрах видите информацию, ну и, собственно, фото и видео Северодонецка. Это Луганская область, результаты обстрела российскими ракетами. Это не военная база, о которой говорят постоянно из эфиров российских СМИ. Это обычный детский садик, обычная школа, обычные жилые дома. Далее, к оперативным новостям. К сожалению, оккупанты не брезгуют стрелять по мирным колоннам и с женщинами, и с детьми. 15 апреля оккупанты обстреляли эвакуационный автобус вблизи ПГТ «Боровая» в Харьковской области. В результате погибли до 10 человек, более 30 были ранены. Также россияне открыли огонь по двум автобусам, которые эвакуировали жителей из Старобельска, Луганской области в Днепр. Есть погибшие и раненые. И будем сейчас подключать к нашему эфиру советника-заместителя главы Офиса президента Украины Елена Симоненко. С нами напрямую связи. Елена, здравствуйте, рад вас приветствовать. Доброе утро. Спасибо, что нашли время присоединиться к нашему эфиру. Елена, давайте поэтапно, начиная от гуманитарной ситуации и заканчивая эвакуационными рейсами, поездами. Что сейчас есть, что сейчас возможно, что сейчас безопасно. Давайте с текущей информацией, потом перейдем к подробностям. На русском языке, да, я могу говорить? Если можно, да, на русском языке, в силу того, что и мы транслируемся для Российской Федерации, в том числе, мы как альтернативная информация, а не та, которая опубликуется в российских СМИ. Пожалуйста, Елена. Еще раз всем доброе утро. Буквально несколько слов о том, как на государственном уровне организованы процессы эвакуации людей. Первое. На протяжении всех 50 дней войны железная дорога является ключевым фундаментальным инструментом, который помогает нам большими количествами вывозить людей из горячих точек. Могу сказать, что по состоянию на сегодня только в Луганской области нет возможности через железнодорожное сообщение эвакуировать людей. И люди из Луганской области перемещаются в Донецкую, и дальше мы их эвакуируем поездами. То есть фактически на протяжении всей войны из всех регионов Украины, включая Луганскую, Донецкую, Харьковскую, Николаевскую и так далее областей, Киевскую область, все это время через поезда, через железную дорогу мы эвакуировали людей. В общем количестве мы эвакуировали больше 4 миллионов людей из воюющих территорий на протяжении этих 50 дней. Самый сложный момент, конечно, это там, где люди не имеют железнодорожных станций, и им необходимо добраться до этих железнодорожных станций. Здесь военные областные администрации организовывают автобусы, которыми, как последнюю милю, подвозят людей к поездам. Фактически каждый день происходит взаимодействие между руководителями военных областей и железной дорогой, где предварительно формируются задачи на количество вагонов, количество поездов, которыми мы должны вывозить мирных жителей. Точно такая же история касается не просто мирных жителей, но и раненых, которые также находятся на данных территориях. Буквально вчера-позавчера мы вели переговоры с Луганской и Донецкой областью на предмет того, что остались на территориях областей палеотивные больные, включая палеотивных детей, которые находились не на территории организаций медицинских и социальных, которые находились дома. И вот сегодня, когда массовая эвакуация областей происходит, когда людей фактически уговаривают, умоляют выезжать, для того, чтобы они не являлись живым щитом, у нас была возможность отстаивать наши территории вооруженным силам. Вот сейчас формируются места для размещения более 500 таких палеотивных больных на территории западных областей, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской. И готовятся железнодорожники таких людей вывозить, а, соответственно, военной администрации сделать в последнюю милю автобусами, машинами вывезти этих людей. Я вам так скажу, что поскольку я отвечаю за гуманитарную помощь, ее распределение и логистику, то бывали моменты, когда на железнодорожных станциях в Донецке для Луганской области стояло по 20-30 вагонов с едой, потому что не было возможности вглубь области направить эту еду для людей, потому что были бесконечные обстрелы. Отсутствовали просто физические водители, которые можно было бы посадить в автомобили для того, чтобы везти их туда. И здесь уже объединяются и вооруженные силы, и соседние области, и Укрпочта, которая сегодня запустила программу, где за государственные деньги можно привлекать водителей частных организаций, которые могут перевозить гуманитарную помощь, медикаменты вглубь территории. То есть фактически можно сказать, что сегодня объединились частный бизнес, государства, люди военные для того, чтобы спасти жизни людей, как вывести их с воюющих территорий, так и предоставить людям, которые все-таки остаются на этих территориях по разным причинам, продукты питания, продукты гигиены, медикаменты и так далее. В свою очередь, Елена, имеем оперативную информацию, что Россия произвела ракетные обстрелы города Бровары в Киевской области. Об этом сообщил городской глава Игорь Сапожко. Давайте услышим коротко комментарий, и у меня будет к вам вопрос касательно гуманитарной ситуации непосредственно в Киевской области. Услышим. Дорогая Броварская громада, сегодня с самого утра было попадание в ряд инфраструктурных объектов в нашей громаде. Прошу сохранять спокойствие, возможны перебои с электроэнергией, водоснабжением, канализированием. Все службы работают в усиленном режиме. Еще раз повторяю и обращаюсь к вам. Война продолжается. Не нужно бежать с телефоном и снимать видосики, обращаться к людям. Снимать себя на фоне определенных вещей. Просьба сохранять спокойствие. Не забывайте, идет война. А наши коммунальные службы, которые непосредственно занимаются инфраструктурой, сделают все, чтобы возобновить жизнеобеспечивающие инфраструктурные объекты в нашей громаде. Спасибо. Услышали только что Игоря Сапожко, это городской глава Броваров. Елена, расскажите, пожалуйста, о гуманитарной ситуации непосредственно на освобожденных регионах Киевской области. Потому что, например, военные эксперты говорят о том, что еще ракетные удары даже по самому Киеву очень возможны, но люди продолжают возвращаться. Ситуация по Киевской области. Если мы начали, услышали за Бровары, расскажите по Броварам. Далее туда уже к Сумской и Черниговской области. Какая ситуация сейчас там? Значит, смотрите. Во-первых, не прекращаются поставки гуманитарной помощи в виде продуктов питания на протяжении, повторюсь, всех 50 дней войны. То есть ежедневно вагонами направляются продукты питания, в том числе в Киевскую область. У нас на ежедневной основе ведется учет количества тонн гуманитарных грузов, которые отправляются относительно количества людей, пребывающих на территории областей. Более того, кроме использования железной дороги, большую часть гуманитарных грузов едет из западных регионов автомобильными путями. Фактически Киевская область, как и город Киев, на сегодня имеют с запасом количество гуманитарной помощи, которым они могут обеспечить, а именно продуктов питания и гигиены, которыми они могут обеспечить местных жителей. Вопрос в другом. Вопрос в том, что мы сегодня говорим о том, что у нас уже случилась победа, понятная для поддержания духа людей, и люди начинают возвращаться в эти территории. Поскольку в Офисе Президента мы отвечаем не только за гуманитарную помощь, но и за процессы восстановления инфраструктуры, то вчера буквально готовили справку Президенту по состоянию того, насколько у нас количество оккупированных объектов сегодня дооккупировано, насколько в этих объектах уже закончена работа по разминированию, насколько в этих объектах созданы гуманитарные штабы, которые позволяют сегодня минимальные услуги предоставлять людям в виде медицинского обслуживания, социального обслуживания и так далее, насколько открываются продуктовые магазины, медицинские учреждения и так далее. Я вам могу сказать, что цифры не такие радужные, как хотелось бы тем людям, которые сегодня возвращаются на территории. То есть у нас были оккупированы близко к 4 тысяч населенных пунктах в 10 областях, и порядка 30 из них сегодня деоккупированы. И только на 20 из деоккупированных закончены работы по разминированию. Это огромный пласт работы, которым нужно заниматься профессиональным, исключительно профессиональным людям. И поэтому для того, чтобы не подвергать себя и свою семью опасности, нужно дождаться команды, когда руководители областей в эфире во всех средствах массовой информации объявят о том, что безопасно возвращаться домой. Для того, чтобы можно было нам как государству говорить, что мы помогаем людям, оказавшимся вне своей территории, переживать эту войну, могу сказать, что по состоянию на сегодня более 600 тысяч мест создано в Центральной Западной Украине для проживания людей. Создан портал, который имеет название «Там, где тебя чекают», где фактически ежедневно обновляется информация о количествах свободных мест в санаториях, профилакториях, детских садиках, иногда даже спортзалы, школы, матрасы. Но, тем не менее, эти места оборудованы для того, чтобы люди могли проживать там непродолжительное время. В эти места доставляется гуманитарная помощь в виде продуктов питания и гигиены, и медицины. И поэтому вот на экранах вы видите сейчас силы разрушений, которая была на территории оккупированных наших городов, сел и поселков. Вот для того, чтобы можно было возвращаться сюда. Я сейчас даже не говорю про то, что нужно построить там новые дома или поставить модульные конструкции временные. Там нужно сейчас провести разминирование, потому что заминирован каждый участок буквально. И поэтому очень медленным, ну при том, что люди работают круглосуточно, но достаточно медленно происходит процесс разминирования. То есть я повторюсь, что там из 900 декупированных населенных пунктов проведены работы из этих 900, максимум на 20 по разминированию. Поэтому это просто опасно для жизни. Елена, и последний к вам вопрос, если можно коротко. Я знаю, что существует ряд лекарств и ряд, точнее, людей, которые требуют срочных лекарств. Это инсулин, это люди, которые страдают астмой. Скажите, пожалуйста, как контактируете с такими людьми? Возможно, именно такие люди сейчас смотрят наш эфир. Возможно, вы скажете, куда можно обратиться, чтобы срочно получить то или иное лекарство? Значит, смотрите, происходит это все следующим образом. У нас есть Министерство здравоохранения, которое на ежедневной основе собирает потребности о медикаментах с каждого из региона, с каждой из военных областных администраций. Те, соответственно, собирают с районных военных администраций, а те, соответственно, собирают с территории объединенных территориальных громад, а те, в свое время, собирают с сел, поселков и городов, которые входят в объединенные территориальные громады. По всем рисковым группам, о которых вы говорите, я сейчас говорю про людей, больных с сахарным диабетом, людей, больных онкологией и другими заболеваниями, которые требуют ежедневного получения тех или иных лекарств, этот учет велся и до войны. Этот учет продолжает вестись во время войны с учетом перемещения людей в те или иные регионы. Соответственно, распределение медикаментов происходит из двух источников. Первый источник – это медикаменты, которые приобретаются в Министерство здравоохранения через Национальную службу здоровья и по известным каналам, которые существовали ранее, в сторону областных департаментов здравоохранения, а далее в больничные учреждения перенаправляются. Это первый поток. Второй поток – это медикаменты, которые мы получаем как гуманитарную помощь. Каждый вагон, каждый автомобиль с гуманитарной помощью медицины контролируется. Все эти препараты получают напрямую Министерство здравоохранения. У них есть несколько больших хабов медицинских складов на территории Львова, на территории Днепропетровска, на территории Киевской области, куда поездами доезжают большое количество медицинских гуманитарных грузов. Там они фасуются и перенаправляются уже автомобилями в каждую отдельную область. То есть фактически для нас цепочка следующая. Министерство здравоохранения, директор облздрава областной военной администрации. Вот таким образом это происходит. Единственное, что я могу сказать, что сегодня большое спасибо областям-соседям, которые помогают воюющим территориям, потому что сегодня в Луганске не осталось ни одной действующей больницы в Луганской области. И всех больных из Луганской области направляют в Днепропетровскую. И мы ведем статистику того, насколько заняты койко-места ранеными сегодня в областях. Я могу сказать, что Днепропетровская область взяла на себя любимую долю помощи по раненым, которые поступают с военных территорий Луганской, Донецкой и самой Днепропетровской, Запорожской областей. Поэтому эта работа настроена следующим образом. Елена, спасибо вам большое. Силма в вашей работе, потому что как раз от гуманитарной ситуации сейчас зависит как раз и жизнь по факту людей. Спасибо вам большое. С нами на связи была Елена Симоненко. Это советник-заместитель для главы Офиса президента Украины. Говорили с ней о текущей ситуации с гуманитарной ситуацией в Украине. И, конечно же, о том, как сейчас власть, центральная власть распределяет свои силы и ресурсы. Силы и ресурсы на военную защиту нашей страны благодаря вооруженным силам Украины, медицинскую благодаря нашим медикам и дипломатическую благодаря нашим международным партнерам и нашим дипломатам. Ну что ж, далее. Для тех, кто не хочет или не может выехать со своего региона, пытаются направить гуманитарную помощь, но ее российские оккупанты часто обстреливают и не пропускают. Так, накануне российские военные не пропустили гумпомой жителям Энергодара. Колонну с помощью развернули на блокпосту в Васильевке. Там россияне уже много раз разворачивали грузы и эвакуационные колонны. Немедлить с эвакуацией жителей Луганской области призывает и глава военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. Ситуация во многих городах и поселках уже сейчас очень тяжелая. Регион обстреливается, довести помощь. Населенные пункты становятся все сложнее с каждым днем. Без света, воды и газа остаются десятки населенных пунктов в Донецкой области. Как люди выживают в таких условиях, далее в нашем материале. Смотрите, это маргарин получается, две упаковки по 25 килограмм. Это село расположено на линии соприкосновения. Еще полтора месяца назад здесь жило более 600 человек. Сейчас лишь 40. Остальные были вынуждены выехать в более спокойные места. Оставшиеся живут без света, газа и воды. Продукты людям подвозят раз в неделю. В пакетах все самое необходимое – крупы, масло, мука. Разгружать их помогают и дети, и старики. Для нас это вообще просто замечательно. Спасибо. Для выживания для нас вот такого тяжелого. Если бы еще хлебушек, то бы раз в неделю нам бы еще хлебушек. На воду провозят нам и совсем мало. Мы просят еще воды больше, чтобы достаточно было. Достаточно было. Магазин закрыли. У них есть веки закрыли, полностью не работали. А вот тем, кто остался в Мариуполе, больше месяца ни продукты, ни медикаменты довезти не могут. Два ведра картошки и ведро лука – это все, что осталось у этой семьи из восьми человек. Муж успел где-то выхватить, там подвезли какую-то. Это не гум-помощь, это просто открыли очередной склад с мороженой рыбой. Он схватил вот так вот в охапку этих восемь рыбин. Семь? Семь рыбин, да. И еще там, это, и мой бы там чуть-чуть. Вот. Это мы будем четыре дня варить суп. Понимаете? Четыре дня на восемь человек. Потому что еды нет вообще уже никакой. Мобильная связь была отключена. Мы не могли ни звонить никому, ни просить помощи, ничего. Просто выбрались, я не знаю, каким чудом, своей машиной на страх и риск. Сзади колонны все расстреливали. Нам удалось проехать. Только в Мариуполе, по данным военно-гражданской администрации, Донецкой области остаются около ста тысяч человек. Они живут по подвалам, по укрытиям. Там проводится значительная работа. Идет поиск людей. Я не могу разглашать, как он происходит. Потому что люди перемещаются из подвала в подвал. Потому что стирают земли буквально дома многоквартирные. По всей Донецкой области сейчас более трех десятков населенных пунктов, где людям приходится выживать без света, воды и газа. В них остаются тысячи жителей. Под обстрелами и Луганская область. В Лисичанске поврежден газопровод. Разбит продуктовый магазин. Под постоянными обстрелами северо Донецк. Город без газа и света. Все больше людей решаются выезжать. Я была там у себя волонтером. Я помогала людям под продуктами и лекарствами. Я то, что смогла достать. Когда меня в 8 раз чуть не убила, я больше не смогла. Бабушки лежачие, люди, дети, которые где-то... Ни еды, ни воды, ничего нет. Мне получилось. Бог помогал. Далял возможность это достать. Мне привозили военные, мне привозили просто другие волонтеры. Иду. На три квартала раздавала людям. Мясо, сладкое. Даже сладкое находилось. Торты, мороженое. Все было для детей. Игрушки даже привозили. Поэтому мне до последнего, сколько смогла, столько там пробыла. Кременная, Попасная, Рубежная, Северодонецк ежедневно подвергаются массированным обстрелам. Подвозить помощь в эти населенные пункты становится все сложнее. Чтобы не подвергать опасности своей жизни и дать возможность военным делать свою работу, людей просят выезжать в более спокойные регионы. Все сложнее становится добираться туда, чтобы забрать людей и привезти какие-то гуманитарные грузы. Поэтому, пожалуйста, не медлите. Ситуацию наши вооруженные силы контролируют. Все видят. Только из Луганской области уже эвакуировали более 30 тысяч жителей. Сколько человек выехали самостоятельно, пока подсчитать невозможно. Ну и также ситуация на юго-восточных регионах нашей страны все больше усложняется. Жители фронтовых областей, зная на примере Бучи, Ирпеня, Краматорска, о бесчеловечности и жестокости россиян массово покидают свои дома и переезжают на более безопасные территории. Кстати, по информации нашей журналистки Алены Грамовой, 20% людей из всех, кто живет в Краматорске, а это 220 тысяч людей, 20% лишь осталось в Краматорске, остальные эвакуировались. Так вот, как работают гуманитарные коридоры в Украине в целом? Давайте посмотрим далее в нашем сюжете. Подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей превратились в сплошную передовую. Ежедневно в рубежном Попасной, Краматорске, Северодонецке и других населенных пунктах российские военные обстреливают дома мирных жителей. Я только пришел с работы, я работаю на железной дороге только, ну и ударило. Откуда шел, никто ничего не знает. Ракета эта точно. Этот холодильник меня спас. Я наклонилась вниз, тут волна, я не поняла. Муж там в углу. А здесь что получилось? В глазах потемнело, здесь были цветы, на меня все сыпется. Главы областей призывают граждан не медлить с эвакуацией. И покинуть опасные территории как можно скорее. Я буду каждый день обращаться ко всем, кто еще остался, с просьбой эвакуироваться. Здесь логика простая. Орки уже все показали. То, что они говорят о мире, об освобождении, это все ложь. Будь они людьми, они бы дали возможность уехать мирному населению. Офис президента создал координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам. Он также курирует работу зеленых коридоров. Сложнее всего вывозить людей из фронтовых регионов. К сожалению, не все коридоры работали по расписанию. К сожалению, были обстрелы мирного населения. Но с начала войны из Сумской, Запорожской, Киевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей было эвакуировано около 300 тысяч человек. Каждый день на официальных страницах социальных сетей и на сайтах власти публикуют информацию с адресами сборов и маршрутами эвакуации. Например, вот информация за 16 апреля текущего года. Внимание! Сегодня будет происходить эвакуация жителей Кременной, Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горской общины, Попасной. Маршруты изменены с учетом факторов безопасности. Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации, в Фейсбук. С начала полномасштабного вторжения России в Украину из Луганской области было эвакуировано 35 тысяч жителей. Еще 200 тысяч выехали собственным транспортом. Донецкую область покинуло около 300 тысяч украинцев. А железнодорожным транспортом в общей сложности вывезено из горячих точек почти 4 миллиона человек. Но когда речь идет о заблокированных оккупационными войсками городах, цифры эвакуированных в десятки раз меньше. Согласно данным Офиса президента из Мелитополя удалось вывести только 5,5 тысяч людей. Из Энергодара – 2,5 тысячи украинцев. Из Бердянска – 4,5 тысячи. Больше всего удалось вывести из Мариуполя – 86,5 тысячи граждан. Несмотря на достигнутые на мирных переговорах договоренности, Россия срывает работы зеленых коридоров в заблокированных или временно оккупированных городах. Не пропускает украинский транспорт, обстреливает автобусы и мирных жителей. Таким образом, например, 16 апреля сорвана эвакуация из Лисичанска Луганской области. Только что был обстрелян центр города Лисичанск. Проблема в том, что неподалеку проводится эвакуация людей. И, к сожалению, из-за этих обстрелов мы не сможем провести эвакуацию так, как планировали. Согласно данным местных властей, на эвакуацию только из Луганской области в более безопасные регионы страны ожидают еще минимум 70 тысяч человек. Галина Петрашак, Юлия Грановская, Валерий Бакус. Специально для информационного марафона Freedom телеканала UA.